Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове создадут дополнительные места для торговли. Речь идет о местах для реализации излишков урожая со своего участка. Сейчас в Кирове всего три точки, где можно это сделать на Октябрьском и Центральном рынках, а также в Эко-ярмарке. Как рассказал в эфире нашей радиостанции, исполняющий обязанности замглавы администрации города Станислав Коваленко, будут дополнительно выделены еще несколько мест. В их числе территория рядом с заводом «Лепси» у подземного перехода, район автолюбителя и район Красной Горки на перекрестке Упита и Кольцова. На днях мэрия сообщила о выявленных фактах незаконной торговли, в том числе на одном из перечисленных участках. При этом Коваленко отметил, что места для сезонной торговли, например, на Октябрьском рынке, остаются невостребованными. В Кировской области только 5% семей можно отнести к среднему классу. При этом в целом по России показатель 11%. Есть регионы, где цифра достигает 30-40%. Таковы итоги исследований экспертов РИА Новости, которые составили рейтинг регионов по численности среднего класса. Кировская область в нем на 64-й строчке. Из ПФО ниже только Мариэл, Пензенская область и Мордовия. В нашем регионе доля семей, относящихся к среднему классу, 5%. Это те семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующие размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Лидеры рейтинга, как всегда, северные регионы России. В Ямало-Немецком автономном округе средний класс составляет около 40%. В Чукотском автономном округе, в Магаданской области 32%. Москва на четвертом месте, там 30%. В аутсайдерах регионы Северного Кавказа. В Чечне и Ингушетии показатель только 1,5%. В Кировской области не нашли подрядчика для строительства мусоросортировочного комплекса. Объект должен появиться в Слободском районе. Начальная цена контракта – около 972 миллионов рублей. Как сообщает портал «Источник онлайн», на днях были подведены итоги аукциона. Как сказано в конкурсной документации, заявки от желающих были, но все они отклонены. Отмечу, что построить комплекс планируют к 1 октября 2024 года. Это будет объект мощностью не менее 200 тысяч тонн в год. И участок компостирования на общей площади – 110 тысяч квадратных метров. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.